На новый уровень вышло сотрудничество Тюменской области и фонда «Круг добра». Он был создан для помощи деткам с редкими заболеваниями, лечение которых стоит так дорого, что у большинства семей, в которых случалась такая трагедия, было всего два выхода. Либо самим объявлять сборы, либо жить и видеть, как их дитя постепенно угасает. Любой родитель сделал все возможное и невозможное для того, чтобы помочь ему и постараться использовать любой шанс. Но каким бы современным ни была система здравоохранения, какими бы высококлассными ни были врачи, к сожалению, дети болеют тяжелыми генетическими заболеваниями, очень редкими заболеваниями, и течение которых можно контролировать только с помощью дорогих лекарственных препаратов. Например, залгенсма – самый дорогой препарат в мире. Один укол стоит примерно 2 миллиона долларов. Цена других лекарств от спинально-мышечной атрофии меньше, но они тоже дорогие. Спинраза – примерно 750 тысяч долларов, и это только в первый год лечения. Рездиплам – 340 тысяч долларов в год. Эти и другие препараты для уникальных пациентов закупает фонд «Круг добра». Он уже помог 71-му юному жителю Тюменской области. Среди которых Дима Цендровский. У него диагностирована мышечная дистрофия дюшена – тяжелое генетическое заболевание, которое передается от матери. Один случай на 5 тысяч детей. Болеют только мальчики. Причина – мутация в гене дистрофина – важнейшего белка, вовлеченного в мышечную функцию. Слабеют мышцы. То есть со временем детям становится тяжело ходить, тяжело дышать. Проблемы с сердцем становятся. Заболевание неизлечимое и прогрессирующее. Остановить его может препарат «Экзондис». Он помогает организму вырабатывать тот самый белок, который стабилизирует каркасы и структуру мышечной ткани. Цена годового курса терапии – почти полтора миллиона долларов. Космическая сумма для овдовевшей женщины, которая осталась одна с двумя детьми на руках. В октябре месяце. Первый раз, 6 октября, нам сделали первую капельницу. У них есть специалисты, с которыми можно тоже созвониться, которым можно онлайн консультацию получить. Они не отказываются, всегда помогают. Мама отмечает, сын после лечения окреп, даже лихо накручивает километры на велотренажере. В апреле у Димы консилиум на нем оценят результаты, решат, что делать дальше. Сейчас круг добра утвердил еще 46 тюменских заявок. В вопросе обеспечения тяжело больных детей скорость важна как никогда. Путь от фармпроизводителя до конкретного пациента должен быть минимальным. В этом и поможет подписанное с Тюменской областью соглашение. Будет назначено ответственность за взаимодействие с фондом, который будет регулярно вносить информацию об остатках лекарственных препаратов, о состоянии, о динамике состояния, чтобы фонд мог планировать лекарственное обеспечение, чтобы дети не имели недостатка ни в чем, чтобы лекарства поступали вовремя. Продолжение следует...